Самые разгары зимы в областном центре могут возникнуть серьезные проблемы с уборкой снега. Мэрия накапливает долг перед новгородским спецавтохозяйством. Деньги, предусмотренные муниципальным контрактом, не выплачиваются с мая. Речь идет о десятках миллионов рублей. Они необходимы предприятию, чтобы платить зарплаты сотрудникам и содержать технику. Спецавтохозяйство. Более 200 единиц техники и несколько сотен специалистов. Ремонтные бригады здесь всегда при работе. Машины постоянно требуют обслуживания. Однако руководство предприятия бьет тревогу. Запчасти ГСМ покупать уже не на что. Компания из последних сил старается, чтобы финансовое положение не отразилось на зарплатах сотрудников. Виной этому, как утверждает директор Сергей Андреев, долг мэрии перед предприятием. Причем по официально заключенному контракту. Закрытое акционерное общество является исполнителем контракта по уборке территории города Великого Новгорода. В соответствии с условиями контракта, 107 миллионов мы должны получить из-за счета бюджета 2016 года за выполненные работы. По факту мы только получили 49 миллионов. Да, предприятие сейчас испытывает трудности с приобретением противогололедных материалов, топлива. Об этой ситуации спецавтохозяйство было вынуждено рассказать главе региона Сергею Митину. Обращение начали разбирать. Вице-губернатор Александр Тарасов поясняет, город не платит за выполненные по контракту работы с мая нынешнего года. Я считаю, что это со стороны мэрии это просто преступление. Преступление перед гражданами нашими и перед этим хозяйством. Ну почти тысячи работников. Нужно платить зарплату, нужно покупать ГСМ, ремонтировать в конце концов технику, а деньги не платятся. Причем аргументов нет прямых. Заключаются в рамках заключенных договоров, подписываются так называемые КСКи за выполненные работы. Они складываются в пачку, а деньги не платятся. Денег нет. Нет, хорошо. Нет денег. А как тогда заключался контракт? А как тогда утверждался бюджет? По словам Александра Тарасова, срок платежа мэрии регламентирован 31 декабря 2016 года. Но удивительно, что у городских властей сведения совершенно иные. Как выразился вице-мэр Павел Морозов, юридически долга за администрацией города нет. Срок расчета за работу этого года – март 2017. Юридической точки зрения просроченного долга нет. Да, есть задержка по представленным счетам на сегодняшний день. Это почти 17 миллионов рублей на текущую дату. Каждый предприниматель понимает свои риски. Поэтому в этой ситуации, ну я считаю, обе стороны правы со своей точки зрения. Пояснение, признаться, удивительное. Юридически долга нет. Но задержка по оплате счетов – 17 миллионов рублей. Если на минуту забыть о словах руководителя САХа Сергея Андреева, все равно возникает противоречие. И правда, безусловно, у каждого своя, но есть и одна – общая. Город нужно убирать от снега. И, мягко говоря, происходит это не совсем качественно. Новгородцы вряд ли станут с этим спорить. Каждый год первый же снегопад превращает город в одну большую пробку. Мэрия выставляет спецавтохозяйству претензии, настоятельно рекомендует создать резерв противогололедного материала, менять технику, но по счетам не платит. В обеих версиях фигурирует долг, причем это миллионы рублей. На что организации выполнять пожелания заказчика, который не платит – вопрос риторический. Мэрии города – это основная функция, это содержание города в чистоте, это основная функция. Других глобальных задач, кроме этой, в городе сегодня нет. Тепло уже, концессию отдано, водоканал, водоканал тоже должен денег. Вообще, что происходит на самом деле, это стиль руководства такой. Это такой стиль руководства. Потому что не отвечать по своим долгам – это взято за правила сегодня. Еще и бизнесу тоже, за угол на работы, мэрия должна денег. Вопрос – где деньги? Город зарабатывает, получает налоги, формирует свой бюджет, но копит долги. Не исключен вариант, что задолженность перед спецавтохозяйством уйдет на следующий год. Потом разбирательство перейдет в судебную тяжбу. А в них мэрия уже погрязла. Это не секрет. Решение в любом случае будет принято. Ситуацию сейчас изучает прокуратура и региональные власти. Юлия Бабич, Андрей Константинов, Савва Ушаков. Новости Новгородское областное телевидение.